Такого снегопада здешние места точно не припомнят. Вторую неделю Поволжье утопает в рекордных сугробах. Снега больше, чем за полярным кругом. В эпицентре аномалии оказался один из крупнейших городов региона – Саратов. Вторая неделя снежного апокалипсиса в Саратове. Жительница местной многоэтажки пытается выбраться из собственного дома. Задача непростая. Проход перегородил рухнувший под тяжестью снега козырёк подъезда. Причём, судя по кадрам, обвал мог закончиться и куда более масштабным ЧП. Козырёк висит на газовой трубе. А я тут и не выйду. Каждый день Саратов стоит в десятибальных пробках. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме и всё равно не справляются с выпавшим снегом. Люди бросают машины прямо на дороге и пытаются пересесть на общественный транспорт. Но и тут проблема – автобусов на всех не хватает. К пятнице высота сугроба в Саратове достигла 71 сантиметра. Это больше, чем в заполярных Норильске и в Иркуте. С крыши на людей сходят лавины. Город продолжает обрастать льдом. Борьбу с сосульками с переменным успехом ведут порядка 40 специальных бригад. Без сопутствующего ущерба не обходится. Ещё в конце прошлой недели коммунальщики сбили царь Сосульку. Так горожане прозвали огромную льдину, выросшую на улице Вольской. И без преувеличения прославившую Саратов на весь мир. Но спустя несколько дней она возродилась на том же месте. Простые саратовцы уверены, своими силами городские власти со снежным коллапсом не справятся. В сети опубликована онлайн-петиция о введении в городе режима ЧС. Только за первые сутки она набрала 10 тысяч подписей. А кто-то из интернет-пользователей даже предложил сменить герб Саратова. Вот так, по мнению автора, он должен выглядеть. На обрамлённом сосульками геральдическом щите три столкнувшихся автобуса. А чуть выше красный сигнал светофора с числом, означающим интенсивность пробок. Впрочем, загородные трассы временами тоже становились непроезжими. О, неужели приехали нас спасать? Я уже, короче, на день стою 9 часов. Дороги нет и границ. Топливо на исходе, сигареты на исходе, еды уже нет. Нервы тоже на пределе. Вот ещё пример. Дорога шла-шла, пока не уперлась в сугроб. Результат – массовая авария. А в одной из деревень Саратовской области едва не разразился голод. Целую неделю оставалась отрезана от мира Михайловая вербовка. Там проживает 20 семей. По информации, поступившей от местных жителей, в населённом пункте уже заканчивалось продовольствие, когда туда, наконец, сумела пробиться тяжёлая техника. Как Саратов собираются очищать от снега? Сколько это займёт? Достаточно ли эффективно работают коммунальщики? Все эти вопросы мы попытались задать главе города Михаилу Исаеву. Однако он так и не нашёл времени на них ответить. Что ж, оценивать работу муниципальных служб мы не будем. Лишь отметим, что погодная ситуация в Саратове действительно экстраординарная. Уже было сказано, что высота сугроба в городе превышает 70 сантиметров. Это в три с лишним раза больше нормы. А ещё это новый абсолютный рекорд января. Предыдущий держался с середины прошлого века. Интересно, что за минувшие семь дней рекордный уровень был достигнут дважды. Исходя из логики атмосферных процессов этой зимы, происходящее в Саратове объяснимо. Оттепели было меньше обычного, то есть выпадающий снег не таял. При этом, например, в центре России ещё не зафиксировали ни одного дня с температурой ниже минус 20. Столь мягкий характер погодных процессов обеспечивали североатлантические циклоны, которые, как правило, и приносят осадки. Сейчас в Саратове небольшая передышка между снегопадами. Дело в том, что заметавший русскую равнину Вихрь в течение выходных переберётся на Урал. Но ему на смену уже направляется новый, так что снег пока продолжит идти. Хорошая новость в том, что этот циклон окажется последним в серии. Осадки в Саратове ожидаются в субботу и понедельник. В сумме за два дня до 10 миллиметров или около четверти месячной нормы. Затем погода, наконец, начнёт улучшаться. Правда, когда облака над городом окончательно рассеются, резко похолодает. Во вторник, среду, под утро ударят 20-ти градусные морозы, да и днём не выше минус 10-11. Несколько слов о погоде в столице. В Москве в выходные дни ненастно. Днём минус 3-5, вместо обычных минус 6. А с началом новой недели и в центр русской равнины придут запоздавшие крещенские морозы. Ночью до минус 17-22, а в дневные часы только минус 8-13.